В музее Серова, что в поселке Эмаус, открылась выставка малоизвестных полотен мастера. Причем эта экспозиция будет интересна не только туристам, но и местным жителям. Подробности в нашем следующем материале выпуска. Эту выставку хотели провести год назад, ко 110-летию Владимира Серова, который, как известно, появился на свет именно в Эмаусе. Однако все карты спутал коронавирус. В итоге экспозиция открылась теперь. Ее название, Владимир Серов, художник которого мы не знали, говорит само за себя. Мы хотели показать Владимира Серова как мастера портрета, пейзажа, натюрморта, вообще как очень талантливого художника, великолепного психолога. Здесь у нас он предстает как любящий муж и отец. Действительно, здесь нет привычных «Ленин в октябре» или «Красноговородейцы». Тут именно что значительную долю составляют изображения домочадцев, включая самого Серова. Есть и целая серия портретов одного человека. Особый интерес представляет вот эта галерея портретов. Это дочь художника Маша. Он ее написал в самые разные годы жизни, начиная вот с самых первых буквально месяцев. Причем, что интересно, это именно не постановочные портреты. Это всякий раз он Машу заставал в какой-то определенный момент. Например, вот здесь она изображена в номере гостиницы «Москва», где жила семья Серовых. И она занимается тем, чем занимался отец. Рисует. Наряду с семейными портретами здесь немало пейзажей. Два из них написаны как раз в Эмаусе. Это немало, учитывая, что в здешних местах Серов создал всего пять работ. Наталья Дичинская отмечает, что по ним и сейчас можно узнать родные края. Например, по картине «Солнечный день в Эмаусе». Да, сейчас ландшафт изменился, но тем не менее, вот этот вот вид со стороны, теперь уже проходящей М10 на Волгу, ну, все равно узнаваем. Да, здесь мы сейчас знаем дома, но тем не менее, мы знаем вот этот и овраг, и выход, слияние Волги и Белиутовки. Так что эта выставка будет интересна не только туристам, но и местным жителям, которые, глядя, например, на это полотно, могут устроить квест под названием «Найди 10 отличий».